Я и мой хвост. Учимся понимать животных. Какой? Радиослушатель из Новокузнецка. Алексей спрашивает. Как собака выбирает себе хозяина? Пес у нас один, а нас-то с супругой двое, и оба хотим быть ему главными, вожаками. Ну, здесь, смотрите, вот есть предприятие, да, в этом предприятии есть директор предприятия, есть там главный бухгалтер, есть подчиненный, который просто работник этого предприятия, там низшее звено. Ну, вот собака должна быть на этом низшем звене, потому что даже ребенок, который проживает, это тоже какой-то начальник цеха, скажем так, на этом предприятии. Но директор будет всегда один. Ну, как она выбирает директора? Ну, вот это выбор вообще животного. Непредсказуемый. Непредсказуемый, да, потому что, понимаете, щенок может тереться на кухне постоянно возле хозяйки, да, она его будет подкармливать, а придет хозяин, скажем так, да, который вот сядет на диван, просто газету будет читать, там или в телефоне ковыряться, и он будет более уважаемый. Здесь непредсказуемый. Ещё отношение, кто в доме там, главное, животное, оно же видит, ему не надо говорить, он на уровне флюидов таких, он понимает, кто всё-таки здесь лидер. Кто вожак, может и женщина даже, не исключено в наших российских семьях. Да, не исключено абсолютно. А если так случается, что развод, и вроде как собака обожает и того, и другого, как в этих ситуациях поступает, есть тоже такой вопрос от наших радиослушателей, они вообще предлагают вариант, может тогда родителям отдать, то есть третьей какой-то стороне. Да, вообще конкретная депрессия будет, что и один, и второй сразу пропадёт, кого собака уважает, нет, ну, поступают по-разному, бывает так, что один забирает там, бывает второй забирает, а бывает так, что собака ездит от одного дома к другому, то есть это всё от людей зависит абсолютно. Ну, я бы не рекомендовал бы третьим лицам отдавать, потому что всё-таки тут потери меньше будет. Надо всё-таки понять, кого собака считает за вожака, наверное. Ну, да, да. Не разводитесь, любят. Пусть берёт собаку тот, кто больше её любит. Оба любят. Ну, тогда пусть ездит одного дома к другому дому. Как преодолеть страх собаки перед машиной? Отказывается в неё залазить, трудно вывезти куда-либо. Ну, мы критерии повышаем небольшими градациями, поэтому здесь не надо сразу собаку затаскивать и ехать. Научите сначала постепенно заходить собаку, то есть не обязательно, чтобы собака зашла и вы сразу поехали. Ну, поставьте тарелку туда с едой, голодная собака, она пойдёт покушает, а потом выйдет абсолютно спокойно, никуда вы не поедете. Положите на ступеньку, на подножку автомобиля какой-то вкусный кусочек, она раз поест, вы не задолкаете её туда. То есть она может понимать, что она обратно отойдёт, ничего не произойдёт абсолютно, она просто съела. То есть критерии повышаем небольшими градациями. Потом на вторую подошку положите что-то вкусненькое, она встанет и опять отойдёт. Это как будки приучают, тоже не надо заталкивать сразу собаку. То есть она должна понимать, если она зайдёт туда, то она выйдет спокойно абсолютно. То есть зайдёт, выйдет спокойно, зайдёт, выйдет спокойно, потом зайдёт, вы на секундочку дверь закроете. Тут же, пока она ещё не заскулила, вы сразу же её откроете. Пусть она привыкает к тому, что и дверь может закрываться, допустим. Это как с попугаем, если его так вот не ловить каждый раз и засовывать в клетку, а зашёл – вышел. Да, это метод дрессировки, который работает абсолютно. На своих курсах я об этом и рассказываю, что в этом ничего сложного нет. Это просто терпение, это добродетель для каждого владельца животного, неважно какого абсолютно. А вот этот страх перед машинами, он врождённый, может быть? Или это когда-то там детская травма была, когда везли щенка от заводчика домой? Да, всяко бывает. То есть здесь, понимаете, как бы взрослую собаку, недавно ко мне обратился один человек по коррекции поведения. Он купил, так сейчас современные такие гаджеты есть, электроошейник. И решил сразу же, то есть, понимаете, есть методика работы с этими электронными гаджетами. То есть нельзя сразу надеть на собаку ошейник и включить на кнопку там. Это шок. Это шок, это приучение, выбираем там. То есть, ну, это долгая тема такая. Суть вот в чём. Собака бегала за кошками всё время. Вот и для того, чтобы не бегала, он купил этот ошейник, одел его, тут же пошёл на улицу. Собака увидела кошку, он нажал на кнопку, собаку долбануло там током. Он ещё, опять же, режим не выбрал, не подготовил собаку. И с тех пор у него собака не за кошками перестала бегать. Она стала бояться машин, заведённых машин. То есть что произошло? Это же рефлекс. В этот момент, когда он нажал на кнопку, перед этим только завелась машина. И собака связала заведённую машину с ударом вот этого электронного гаджета ей по коже. Неправильное использование. То есть вот, пожалуйста, заведённая машина, страх машин. То есть мы потом долго её отучали от этого, но в результате отучили. А там ведь могла быть не машина, а, например, маленький ребёнок. Там реакция была бы неадекватная. На детей. Всё, что угодно. Ну, я чувствую, прежде чем пользоваться вот этими приборами, надо советоваться всё-таки со специалистами. Просто так вот с бухты-барахты – это опасное дело. Ни в коем случае. Это опасное дело. Действительно опасное дело. Поэтому применять нужно всё правильно. По поводу ещё машин. Здесь, понимаете, какой рефлекс может быть ещё у собаки. Если собака не любит машину, в результате вы будете, допустим, выезжать, и куда вы, смотря, будете ехать. Если вы будете приезжать в лес, допустим, где собака будет понимать, что она будет счастлива, она будет бегать, прыгать, что хочет делать. Будет сама запрыгивать потом с удовольствием. Будет с удовольствием сама запрыгивать, и вы даже будете её не пускать, пока она не успокоится, то есть не поддерживать это возбуждённое состояние. А если вы будете ехать в то место, где собаке неприятно, то она будет не любить машину. Думайте. Такой вопрос ещё есть от наших радиослушателей. Подобрали собаку летом на улице. Похож на спаниеля, такой симпатичный, но огрызается на мужа, хочет укусить супруга, когда тот заходит в комнату. Он может территорию защищать, он может вас защищать. Всё это индивидуально. Может быть, знаете, у меня один родственник говорит, у меня собака кидается на меня, объясни мне, пожалуйста, я не могу понять ничего. А потом, проходя мимо этой собаки, он её просто шуганул, пуганул. Он всегда так делает. Да, он всегда так делает. Я говорю, Женя, ты меня удивляешь вообще, но потом ты удивляешься, что она на тебя кидается. Ну, надо посмотреть, как собака себя ведёт. Другое дело, что если это агрессия конкретная, агрессия трусости, надо понимать, о каком виде агрессии идёт речь и работать уже индивидуально. Вот тут ещё про котов пара вопросов. Коты метят шторы в частном доме, хотя гуляют больше времени во дворе. С чем это объяснить? Ну, не стерилизованные животные, они метят территорию. Это значит, что-то тревожит их. Значит, может быть, какой-то кот рядышком живёт, который там что-то рядышком метит и так далее. То есть, метка – это всегда обозначение закрепления за своей территорией. Не важно, кто это делает – собака, это делает кошка, это делает кот. Закрепление территории – это беспокойство. С чем оно связано, надо выяснить. То есть, если несколько котов, они будут друг за другом ходить по кругу метить? Ну, если они ещё не выяснили отношения между собой, кто там чего из себя представляет, так они и будут делать. И с собаками такая же история. Кот постоянно на кормах живёт, даже от мяса отказывается, от курочки. Не вредно ли это? Ветеринарные доктора рекомендуют либо кормить готовыми кормами. Только готовыми. Только готовыми кормами. Либо натуральное кормление. Проще всё-таки готовые корма. Там содержатся все нужные вещества. Для натурального кормления, оно самое лучшее считается, натуральное кормление. Ну, здесь вы должны быть фармацевтом, да, для того, чтобы обеспечить полноценное натуральное кормление для животного. Поэтому не вредно, отвечаем. Даже полезно. Да, да. Пока на этом всё. Кемеровский кинолог, зоопсихолог Алик Степанов был сегодня с нами. Взаимопонимание вам с вашими питомцами. И до встречи. О чём говорят животные? Как воспринимают нас и происходящее вокруг? Что им в пользу, а что во вред? Учимся понимать своих питомцев в рубрике «Я и мой хвост». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова